Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа «Попутчик. Гость в студии». Меня зовут Владимир Гаврилов, и по сюжету у нас должны быть два. Сегодня гость и два попутчика. Я представляю с большим удовольствием Сергея Канаева, который является президентом ассоциации автовладельцев России. Правильно? Федерация автовладельцев. Да какая разница? Дело в том, что кто-то должен... Если человек президент, значит он уже что-то сделал для этого движения. То есть он уже достоин этого статуса. Ромки слава, мне кажется. Ну нет, значит вы берете на себя какую-то ответственность, правильно? Вот ответственность, да. Вот. А если бы у вас не было уже чего-то сделанного, вы не стали бы уже президентом, на вас бы не завалили такую ответственность. Но не в этом дело. Дело в том, что у нас должен быть еще один человек в гостях. Это Игорь Урманов, первый зампредседателя правления госкомпании «Автодор». Но вот ведь какая казуистика. Он застрял в пробке и появится буквально через, может быть, несколько минут. А пока давайте объявим тему. Тема нашей сегодняшней беседы – это придорожная инфраструктура. То есть, я думаю, вам есть что сказать по этому поводу. В каком состоянии находится сейчас… Давайте сразу поделимся, что вы считаете относится к категории. Да, давайте. Я вот как бы разделил бы дорожную инфраструктуру на несколько направлений. Первое направление – это безопасность. Второе направление – это необходимый сервис, то есть который должен быть в виде медпунктов, в доставке, я не знаю, всяких пожарных машин. Ну, вы понимаете, то есть все, что относится к сервису. И, естественно, коммерческий сервис, который должен присутствовать тоже на трассе. Это кемпинги, отели, питание, топливо и так далее. То есть вот это, наверное, три направления. Что касаемо для меня, когда я говорю о дорожной инфраструктуре. В каком состоянии? Ну, я думаю, что нужно отъехать на 100 километров от Москвы. Да меньше. Ну, может быть, даже и не нужно выезжать. Можно даже не выезжать. Да, километров 15. Все можно увидеть рядом. Ну, я говорю, 100 километров от Москвы. И вы увидите, в каком состоянии у нас вся инфраструктура. Говорить о том, что у нас ничего не делается, я бы не стал. Но мне кажется, изначально, так же, как вот в правилах дорожного движения, понимаете, там не может быть исключений. Есть либо правила для всех, либо от того, что вы не покажете левый поворот, вы себя, ну, честно говоря, корить не будете, да? Если у вас не произошло никакого ДТП, так же и здесь. Получается, что если мы идем по направлению, сначала прибыль, да? Сначала платные дороги. Сначала там люди, которые участвуют в этом сервисе, должны заплатить налоги. Но никто не будет в этом участвовать. Причем отношение людей и власти, оно вот показательно в данной сфере однозначно. Так же, как во всем обществе. Это вот, простите, может быть не в тему, но вот однозначно очень все хорошо видно. Я говорю, вот 100 километров от Москвы и все, что дальше. И вы все увидите. Хорошо, я понял. Я предлагаю посмотреть сюжет, который был снят силами нашего канала, нашей творческой бригады, которые выезжали как раз за те самые, может быть, даже не 100 километров, а, может быть, ближе, для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится придорожная инфраструктура. Стоит проехать по дорогам России пару сотен километров и начинает казаться, что наши трассы ведут не вперед в будущее, а назад, аж в позапрошлый век. Не стоит проезжать страну вдоль и поперек, чтобы отыскать достойные по инфраструктуре автомагистрали и дороги. Однако, как тогда, так и сейчас дорога кормит тех, кто работает рядом с ней. Земли вдоль оживленных трасс неминуемо застраиваются объектами инфраструктуры, качество которых напрямую зависит от качества самого шоссе. Под термином «инфраструктура дорог» обычно подразумеваются две основные группы придорожного сервиса. К первым относятся объекты, входящие в комплекс самой дороги. Аварийно-спасательная связь, площадки кратковременной стоянки автомобилей, водоисточники, автопавильоны. Как правило, их строительство должно осуществляться за счет средств, предусмотренных на дорожные работы. Вторая группа – платные объекты сервиса. Мотели, кемпинги, автозаправочные и станции техобслуживания, платные паркинги. Строительство и расширение предприятий второй группы придорожной инфраструктуры определяется не нормативами, а спросом и предложением. Ситуацию с ремонтными мастерскими, мойками и кафе спасают сетевые заправочные станции, которые активно обзаводятся всеми этими сервисными опциями. По мнению экспертов, это делается лишь с целью привлечения водителей для покупки топлива. А в качестве самостоятельного дорожного бизнеса эти предприятия скорее станут убыточными. Специалисты называют ключевой проблемой низкого качества российской придорожной инфраструктуры невысокие потребности потенциальных клиентов. В нашей стране слабо развит внутренний автомобильный туризм. А удовлетворить запросы водителей большегрузных фур способны и существующие объекты. Однако необходимость перемен вдоль наших трасс давно назрела. И дело не только в комфорте самом по себе. Перемены нужны ради безопасности движения. Уставший водитель, тянущий последние километры до ближайшего населенного пункта, чтобы не ночевать в поле, опасен не меньше лихача. Есть соображения и другого порядка. Количество личного автотранспорта в стране растет. По расчетам чиновников, в ближайшие годы число людей, путешествующих по России на собственных машинах, увеличится почти в два раза. И к 2015 году составит около 5 миллионов человек. По данным Росстата, по всей стране вдоль федеральных трасс расположены 4720 объектов торговли, 110 станций технического обслуживания и всего 519 медпунктов. Чиновники Ростуризма насчитали в стране чуть меньше 2000 гостиниц. Минимальная потребность еще в 3000 отелей и кемпингов. Туалеты на трассах в статистику не попали. Сложно посчитать то, чего нет. Итак, Игорь Урманов. Спасибо за то, что пришли. Рад, что опоздали вы не так надолго. Давайте сразу определимся. Вот я зачитаю, как звучит ваша должность. Первый заместитель, председатель правления госкомпании «Автодор». Абсолютно. Расскажите, что такое «Автодор» и чем он отличается от «Росавтодора». Это разные структуры. Понятно. В 2009 году специальный закон был подготовлен, 145-й ФЗ, который определил статус госкомпании «Автодор», в обязанности которого входит заняться созданием сети магистральных дорог в Российской Федерации и при этом использовать эти магистрали на коммерческих основах. То есть под этим подразумевается через государственно-частное партнерство явиться дополнительным механизмом увеличения сети автомобильных дорог, магистральных, подчеркиваю еще раз, в Российской Федерации. При этом сразу две дороги, наверное, одни из самых знаковых, которые все, наверное, знают. Это дорога Дон и дорога Москва-Минск были переданы с 1 мая прошлого года доверительное управление государственной компанией. Поэтому сейчас стоит у нас задача по реализации ряда проектов, связанных со строительством обходов населенных пунктов на дороге Дон, таких как Елец, Яркино в Липецкой области, обход Воронежа. Мы на днях начинаем обходы Лосево-Павловска, это тоже Воронежская область, Тарасовки в Ростовской области. Ну и, соответственно, сам Краснодарский край. Буквально на днях сразу участок в 43 километра, относящийся ко второй категории. И будет, так сказать, начато победитель уже определен, значит, начато реконструкция. Впереди до конца года еще 76 километров на территории Краснодарского края. В то же время, так сказать, мы выступаем в роли консидента от лица российской консидента. Что это такое? Есть консессионер, который, так сказать, за свои деньги берется строить, так сказать. Есть обязательства по этим консессионным соглашениям, связанным с передачей, с подготовкой территории под строительство таких платных дорог или консессионных дорог. И передача их консессионеру. И, соответственно, потом выполнение функций за контролем, чтобы консессионер выполнил все свои, так сказать, обязательства, взятые по вопросам, так сказать, технического плана к автомобильным дорогам. Ну и выполнял и поддерживал их, так сказать, в период эксплуатации в нормативном состоянии, чтобы все требования, которые предъявляются к автомобильной дороге, им выполнялось. Вот эта компания, которая осуществляет вот эти вот функции, с одной стороны, так сказать, отвечает по обязательствам государства перед консессионерами, выполняя обязательства государства, с другой стороны, контролирует исполнение обязанностей консессионера и называется консидентом. Значит, поэтому мы сейчас выступаем консидентом от имени Российской Федерации по двум консессионным проектам. Это обход Одинцова и скоростная дорога Москва-Санкт-Петербург на головном участке входа в Москву 1558. То есть и та, и другая дорога, часть Минского шоссе и часть дороги Москва-Питер будет разделена на участки, и за каждый из них будет отвечать отдельная структура какая-то, правильно я понимаю? Или со временем все это перейдет к вам? Сегодня, так сказать, вот по, если рассматривать Москва-Санкт-Петербург, Москва-Минск дорогу, сегодня мы готовим, так сказать, контракт жизненного цикла, так называемый, да, где в результате проведения международных торгов мы подберем, так сказать, себе партнера, который, а, по тем техническим требованиям, которые мы заложим, так сказать, будет им разработан, соответственно, проект, так сказать, будет им реализован, так сказать, и, соответственно, на период жизненного цикла, на 20 лет, он же и будет отвечать, так сказать, за содержание, так сказать, этой дороги, поддержание ее надлежащей. Я понял. Мне просто хочется, чтобы Сергей тоже принимал участие в беседе. Я думаю, ему тоже найдется что сказать по этому поводу. Уже сейчас есть какие-нибудь слова? Да я в данном случае хотел сказать немножко о другом. Вот когда шел сюжет, там говорили, почему у нас невозможно путешествовать, почему у нас не развит автотуризм. Я бы сказал вообще, люди, по нашим дорогам нельзя путешествовать. Не вздумайте это делать ни в коем случае. Это можно делать только в пределах Садового кольца. Максимум када. Потому что реально, о чем мы говорим, если у нас на дорогах до сих пор еще нет отбойников? Самая главная причина смертности встречное столкновение. И у нас нет отбойников на большинстве трассе. Я согласен. То есть вся структура, что касаемо безопасности дорог. Это в первую очередь. Если на дорогах у нас каждый год гибнет 26 тысяч людей, это уже минимально. Но все-таки, нет, я подпишусь под каждым словом, за исключением того, что ни в коем случае не путешествовать. И можно путешествовать, но нужно быть просто осторожным. Вот мы в нашем канале только делаем, только занимаемся тем, что путешествуем по дорогам зарубежным и нашим. Мы сами путешествуем. Но я говорю про дороги. Вы понимаете, вот если... Вот весна, да? Мы проехали от Новосибирска, проехали до Урала. В Сибири разметки нет. Середины нету дороги. Вы понимаете? То есть я говорю краев. Это в порядке вещей. То есть это асфальт, который вы даже не видите, куда дорога ведет. Нет, но тут вопрос конкретно не к Игореву. Нет, нет, нет. Я хочу, чтобы у нас был диалог. По диалогу тут, вы знаете, у меня есть мнение в том, что самое главное, что должно делать государство здесь, это быть контролером. Хорошим контролером. Вот именно убрав всю коррупционную составляющую, оставить... Вот это ключевое слово. Это как вы себе представляете? Убрав всю коррупционную составляющую. Я говорю о том, что должно делать государство в этом случае. А вот частные компании должны быть действительно ответственны за те участки дорог, которые им предоставляют. То есть если они им дали на 20 лет, значит 20. У вас же не частная компания, правильно? Нет, вы являетесь надзорным органом плюс ко всему, да? За частные компании. За частные компании, они контролируют. Я о чем и говорю. Это вопрос не к ним. То есть не может быть сейчас... Мы можем где-то поспорить по каким-то участкам дорога, там Хибинский лес, там еще что-то. Нет, это политика. Давайте не будем трогать. То есть конкретно, нет, я имею в виду, как дорога там идет, как в Одинцово идет. Это отдельные участки дорог. Но мы сейчас обсуждаем, не это. Поэтому если мы будем говорить о общей инфраструктуре, нужно сказать, что вот то частное государственное партнерство со стороны бизнеса должно быть более ответственным, а со стороны государства менее. Скажем, я не говорю, что совсем коррупция должна быть исключена. Чуть-чуть оставим. Чуть-чуть оставим. Ну да, как это надо. Невозможно, да, это сделать. Ну, чтобы действительно повысить ответственность тех фирм, которые отвечают за строительство дорог. Хорошо, а ваша организация существует уже... Полтора года. Полтора года. Вот уже за это время вы можете отчитаться перед нами как налогоплательщиками за что-то уже проделанное на вверенном участке? Абсолютно правильные слова. Я могу и про Сибирь говорить, потому что, собственно говоря, так сказать, в Москве и появился как дорожник, потому что всю свою сознательную жизнь становился, получал образование, становился как дорожник, так сказать, именно в Сибири, и Новосибирская область для меня тоже не чужая, потому что сам я из Томской области. Ага. Так мы земляки даже. Ну вот, видите. Понимаете, в чем проблема? Вот временной период от того момента, когда, так сказать, автомобиль был роскошью до сегодняшнего состояния, когда автомобиль стал, так сказать, необходимостью, очень все-таки короток. И по большому счету, так сказать, и туризм, так сказать, автомобильный не сильно-то рассматривался, будем говорить, не в современной России тогда, а потребность такая настигла. И действительно, на дорогах с вопросами сервиса нужно, так сказать, коренным образом все менять. Да, путешествую всегда. Я помню, был пацаном, родители меня возили на море, на машине. Понятно, вы были счастливым исключением из правил. Слушайте, я бы не сказал, когда приезжаешь на море и видишь, что кемпингов не было, просто на пляже стояли, стояли, стояли огромное количество палаток с автомобилями. Здесь, наверное, речь идет все-таки о количестве автомобилей на тысячи жителей. Сейчас, допустим, в Москве там 350 человек. Я почему-то знаю, что вы были счастливым человеком, что вас на машине возили, потому что в основном все ездили, так сказать, на поездах. Значит, и вот здесь, так сказать, можно, конечно, принять позицию, так сказать, критики в адрес того, что ну вот нету, да? Хотя исключать, что вообще ничего нету, так сказать, тоже невозможно, ведь большое делается дело, да? Я приглашаю вас вот на наш дом, да? И в этом году, к концу года, где-то в ноябре, наверное, месяце, значит, от Москвы до Воронежа, это 500 километров, вы, так сказать, проедете, где все потоки раздельны, пересекающиеся, нет, по первой категории, с обходами всех населенных пунктов. Когда я говорю там об обходе Воронежа, как раз он решается вот на таких, то есть это продолжение дальше. И вообще, вот сам Дон, он очень серьезно впечатляет. Те объемы, которые сегодня развернуты, так сказать, направлены именно не на латание, так сказать, а на создание параллельных дублеров, обходов, так сказать, очень впечатляют. Развернуты большие работы вот на Липецкой, и они завершатся, и благодаря завершению работы на территории Липецкой области, вот обход Яркина, обход Ельца, значит, до Воронежа как раз и появятся полностью разделенные потоки, первая категория с разделительным барьерным ограждением, с развязками многоуровневыми, значит. И мы точно так же надеемся, что если даже не успеем к концу этого года, очень хотелось бы вместе с обходом Ельца получить первые, так сказать, многофункциональные зоны придорожного сервиса. Потому что, если я вам назову статистику, то сегодня на дороге Москва-Минск, по сути дела, заправочные станции расположены, так сказать, через каждые три с половиной километра. То есть количество на протяженность три с половиной, на дону, так сказать, эта цифра к четырем километрам приходит. Но абсолютно правые люди говорят, так сказать, а вот за качество, так сказать, на каких заправках, да, нужно узнавать там, у друзей, еще у кого-то. За это тоже вы отвечаете? Нет. Нет, вот за качество, так сказать, топлива я точно не отвечаю, потому что это ответственность... За качество обслуживания, за наличие парковок, за возможность подъехать. Но благодаря дорожникам тому, что, так сказать, лет десять тому назад, вот когда сегодня мы в сюжете про... услышали, что сетевые заправки, так сказать, в России появились, и там, так сказать, есть сопутствующая продажа товаров, так сказать, для того, чтобы привлечь, и все прочее. Не все так вот красиво, значит, если понуждать правильно, государство не будет в этом направлении, поэтому в свое время дорожники как раз и разработали, решая все-таки проблемы, так сказать, тех же туалетов, о которых сегодня говорили, определенные требования, что заправка должна обладать возможностью, так сказать, выпить горячего напитка, так сказать, перекусить, значит, обязательно, так сказать, бесплатное обеспечение туалетами и так далее и тому подобное. И поэтому заправки, так сказать, стали такие появляться. Не потому, что, так сказать, бизнес очень хотел там этим делом, это немножко не то. Бизнес интересует пистолет, если говорить о заправочках. Заправочный пистолет я имею в виду. Да, да, да. Да. Вот эти вот требования, утвержденные правила, понудили бизнес, так сказать, эти заправки, так сказать, создать в России. Если мы вспомним тот период, там, до 90-х годов заправки и сегодня этот, но сегодня этого уже мало. Значит, и, соответственно, появились понятия многофункциональных зон. Мы, вот, в том году, принимая две эти дороги, важные, так сказать, и для России, и для имиджа России, так сказать, и для пользователей, жителей России, привлекли, так сказать, автомобилистов, осмаповцев, которые занимаются международным перевозками, потому что с ними легче общаться, потому что они, так сказать, половину, условно говоря, рабочего времени проводят, так сказать, на дорогах России, половина за границей, и они более доходчиво объясняют, чего им нужно и в чем они нуждаются на территории Российской Федерации, совершая международные, так сказать, грузоперевозки или пассажироперевозки. Точно так же с ассоциацией. При этом мы привлекали большое, так сказать, количество средств массовой информации и комиссионно, не жалея время, вот, обследовали каждый, так сказать, так называемый пункт дорожного сервиса, отвечает ли он тем требованиям. Отвечает, к сожалению, скажу, так сказать, что практически ни один пункт так называемого дорожного сервиса не отвечает на сто процентов существующим требованиям Российской Федерации. Вы имеете полномочия понуждать людей улучшать качество сервиса? Конечно. Здесь две, да, причины. Мы можем выдавать предписания, чтобы с точки зрения безопасности движения были правильно сделаны заезды. Мы выдаем технические условия вообще, как присоединиться к автомобильной дороге, так сказать. Потом контролируем, так сказать. Потом, так сказать, мы должны участвовать и в подписании акта, что объект. Как правило, находятся люди, которые, так сказать, недобросовестные, обходят некоторые вопросы. Но в то же время... Я думаю, не бесплатно они это делают. Возможно, так сказать. Но у нас есть право и мы им пользуемся. Кому не заносит деньги, и те, кто контролирует, я думаю. И те, кто дают разрешение. Вот получается какая-то интересная история. Вопрос очень такой большой, обширный. К сожалению, так сказать, а может, не знаю, не к сожалению, как сказать. Вот контролеров у нас в стране очень много, да. И за деятельностью того же, условно говоря, придорожного кафе мы контролируем с точки зрения подъезда, безопасности дорожного движения. ГАИ, так сказать, тем же занимается. Ну, не тем же, но почти что аналогичные, так сказать, требования с определенными, каждый из нас полномочий. В любом случае, мы доводим дело до суда, если, так сказать, это не регулируется нормальными, так сказать, понятиями. Потому что, помимо того, что построил, присоединился, еще вопросы, так сказать, зимнего содержания более понятные, да, чтобы очищал, можно было подъезжать и так далее, тому подобное. Требования, чтобы обязательно там мусорные баки были, это, кстати, чтобы можно было проезжаемость и пользовать, быстро. Плохого качества просроченные продукты. Туалет существует, но туалет там ужасный, воды нет, и он при этом еще платный. Вы можете контролировать это и пресекать? Вы можете сказать жестко, мы вас закроем, если вы не исправитесь в течение, скажем, недели? Закрыть мы правом таким не обладаем, но накопить, составить акты о тех нарушениях, которые есть, и передать, а, так сказать, в административные комиссии, значит, там, где это расположено, так сказать, ну и как самая крайняя мере передать в суд. То есть, вы можете влиять на это? У меня предложение. Да. У меня предложение, вот сейчас, госавтодор, да? Госавтодор. Нет, ну он просто автодор. Ну, государственная компания автодор. Сокращенная официально автодор. Автодор. Смотрите, вот мы можем сейчас через сайт собрать все нарушения на дом. Ну, сейчас еще не сделано, да? Но, тем не менее, все пожелания можем сделать. Нам бы хотелось знать, куда люди могут обращаться, и откуда они будут получать ответ. Хороший ход. А потом мы уже можем говорить, насколько все это хорошо, действительно, с комиссией. А мы можем сделать цикл программ, проехаться и посмотреть. Проехаться можем, да. Кстати, с удовольствием принимаю приглашение, которое прозвучало в мой адрес. Я готов проехаться по этому дону. И сделать вот так открыто, чтобы люди действительно могли в этом участвовать. Как вам? Вы подумайте, а пока мы... Предложение принимается, но я хотел бы просто завершить. Если вы зайдете на наш сайт автодор, то вы обязательно найдете, так сказать, первое, это где, какие виды услуг, так сказать, существующие, да, как те, которые мы планируем, и уже, так сказать, вот надеемся, что в середине следующего года 8 штук будут на Дону, и 6, так сказать, будут на Москва-Минск, многофункциональных зон, с кемпингами, с гостиницами, с торговыми центрами, с ресторанами, так сказать, с площадками, охраняемые для грузовых. Я вот не согласен с предыдущим сюжетом, когда говорят, что грузовики, водители грузовиков, так сказать, более мягкие требования выдвигают. Нет, нужно обязательно. Грузы, которые они перевозят, дорого стоят. И то, что мы сейчас видим, когда вокруг постов ГАИ, так сказать, накапливаются машины, потому что... Это же бесплатно. Это бесплатно, но они вынуждены, стоять нельзя, вынуждены стоять, потому что там они чувствуют себя в какой-то зоне безопасности. У нас звонок, давайте вернемся к этому чуть позже, а сейчас пообщаемся с телезрителем. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Кирилл, я из Москвы. У меня вот отец, он дальнобойщик. Так. И они очень жалуются, что нету стоянок хороших, ну, нету комфортного места, где можно постоять и отдохнуть. Ну, мало, мало. Они есть, но их мало. Спасибо. Спасибо. Ну, а что, собственно говоря, мы вот только что сейчас об этом как раз и начинали говорить. Мы говорили о том, что это нужно делать, но при этом нужно понимать четко цену вопроса. Ведь понимаете, вот маленький пример, чуть-чуть в сторону. Что такое нехватка парковок в Москве, так же, как и отсутствие парковок по федеральным трассам, по магистралям? Это цена, которую люди себе не могут позволить. И представляете, правительство Москвы спрашивали, а все-таки, а из чего рассчитывается цена? То есть они даже не знают, что вообще цена за парковку рассчитывается и среднесуточной зарплаты среднего менеджера. У нас равна 150 рублей. Значит, у нас парковка за сутки не может быть больше 150 рублей. А парковка за час не может превышать 1,5. Это уже в мире все рассчитано. Меня просто удивило, когда люди в правительстве не знают, из какого критерия исходить. Так же и здесь, сколько готовы платить люди. Во всем мире проходили этот путь только одним направлением. То есть полная наполняемость полностью. Когда заполняется парковка, тогда действительно можно поднимать цену. И везде это так и идет во всем мире. Потому что обозначить одну цену, скажем, нерыночную, люди туда не будут заезжать, допустим, в одном месте, но с удовольствием востребована будет эта парковка в другом. Поэтому, мне кажется, здесь очень правильно нужно найти подход. Абсолютно с вами согласен. И очень бы не хотел, чтобы стоимость парковки определяла государство. А, государство? То есть вы за бизнес? Нет. Ой, да, конечно. За бизнес. Но государство должно регулировать. Оно должно потолки обозначать. Вот выше этого нельзя. А бизнес должен, так сказать, рассчитывать, что ему выгодно, как вкладывать и по какой цене. Вы же понимаете, если поднять цену, то заполняемости не будет. И, соответственно, так сказать, будет все теряться. И вот регулирование государства, исходя из тех показателей, которые вы говорите, определить и сказать, не выше. Вот если здесь, то не выше. Да, либо строить еще одну парковку, если не хватает. Либо выше поднимать нельзя. Абсолютно согласен. Естественно. И цена не выше вот этой вот за час, за сутки и так далее и тому подобное. Потому что, когда мы говорим, а вот сколько? И вдруг говорят, а будет, наверное, вот столько. Как можно говорить, наверное, столько, когда ты не владеешь многими вопросами? Во-первых, ты не вкладываешь туда деньги, вкладывать будет, так сказать, другой. И он считает свой доход, свой бизнес и все. Поэтому вот определять, поскольку, так сказать, точно должно не государство. Я понял. Еще звонок у нас. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кольцов. Я звоню из Москвы. Да, слушаю вас. Вот у меня такой вопрос. У нас вот Министерство внутренних дел, вот сейчас как дорожно-постовая служба, да, Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Вот можно было бы форму вернуть в советские времена, которая была при Министере внутренних дел Челкове. То есть, когда госавтоинспекторов уважали, когда едешь по трассе, прямо и смотрится достойно. А сейчас они у них не форма, а как вот дворники, знаете, гостарбатеры. Отличный вопрос. Очень интересный. А вы помните тему нашей сегодняшней беседы? Ну, мы с Ургалилову бы тоже сменить форму. Хорошо. Обязательно Ургалилову сообщи, мы скажем, что... А то невозможно просто вообще. Тема нашей программы сегодня совершенно другая. Мы с вами поговорим о другом. Вернее, с вами вы нас уводите в другую сторону. Кто может получить лицензию на то, чтобы построить... Кто может строить? Не так, даже не так. Если не будет комплексное строительство, да, то есть это будет не заправка, а просто человек, он, может быть, добил руку в ресторанном бизнесе или там кафешки у него какие-то повсюду, да, он может просто взять и прийти и сказать, я хочу поставить кафе. Может. Какие инстанции он должен пройти? Сколько примерно будет стоить денег? Тут вопрос надо разбить на две части. Давайте. Первое. Право обладания землей. Значит, и вот здесь, так сказать, как бы дорожники исключаются из этого правила, так сказать. И есть такое понятие, так сказать, полоса отвода, которая не очень большая, там по одному метру, по полтора, так сказать, от подошвы насыпи, так сказать, это полоса отвода. Это чья земля? Это принадлежит дорожникам. В данном случае вот госкомпания от государства, получив дорогу в доверительное управление, она получила вот эту землю, так сказать, в аренду. И, соответственно... Ну, то есть, по сути, она принадлежит государству, но в аренде находится у дорожников. Госкомпания, да. Значит, и есть такое понятие придорожной полосы. Когда земля не принадлежит, она может принадлежать, так сказать, быть федеральной, быть муниципальной, частной, так сказать, и так далее, и тому подобное. Вот первый вопрос, который надо решить, если где-то ты хочешь разместиться, это вопрос землеразмещения. Да. Существующее законодательство говорит, что в придорожной полосе, она для разных дорог, для разных местностей, она разная. В зависимости, это городская территория, приближающая к населенному пункту, или это голое поле, она там колеблется от 10 метров до 150 метров. Но вот в этой полосе, с учетом того, что может возникнуть ситуация, что когда-нибудь дорога, так сказать, будет реконструироваться, расширяться, будут нужны новые, так сказать, там, развязки, действует определенное правило ограничения. И без согласования с дорожниками, как бы капитальные строения там строить нельзя. А если, собственно говоря, Владимир, официально это будет строить недорого, но если вы хотите пройти это все официально, представьте, что вы должны войти в ад. То есть вот примерно вот так это должно быть. Я... Ну, я... Секундочку, давайте мы вернемся просто на звонок из Казани, не хочется, чтобы человек долго висел на линии. Слушаем вас. Хотел бы, чтобы по теме... Здравствуйте, меня зовут Рафаэль. Да, очень приятно. Я хотел бы прокомментировать высказывание, извините, тут нет данных о том, кто есть кто, но человек с бородкой и с усами. Он сказал, что невозможно путешествовать по России. Ну, может, у вас... А это было эмоциональное высказывание. Понятно, что можно, да, но при всем при этом... Это немножечко утрировано. Если вы это воспринимаете буквально, я объяснил дальше, что я только что вернулся из поездки сам. Просто я говорю, я не советовал бы людям путешествовать, пока не будет разметки на дорогах. А это не вы нам прислали смс-ку, а путешествовать можно? Ну, по разметкам на дорогах это... Да, по разметкам на дорогах я с вами согласуюсь. Я говорю, понимаете, опасность в чем? Если нет разметок, если нет ничего на дороге, то там просто это опасно делать. А мы проехали больше полутора тысяч километров, где этого нет. Поэтому я говорил, что 100 километров от Москвы до Казани... Ну, вы вернули живой. То есть не советую всем, кто именит опыт. Я думаю так. Ну ладно, спасибо вам. Спасибо вам, Татошу, смотрите нас, да. Ну, давайте вернемся к Аду, который ожидает человека, который пожелал честным путем, без заноса денег всяким там людям... Я считаю, так не бывает. Строительный бизнес, это один из самых доходов. Ну, не может быть так, чтобы не было честных путей. Я хочу вас немножко разочаровать. Надеюсь, так сказать, те, кто получше меня знает, не относят меня к черту, который стелит дорогу в ад, про которую вы сказали. Да нет, это вообще никакого отношения к вам не имеет. Вот смотри. Простите меня, если я вас понимаю. Нет, нет. Я хочу просто пояснить. Подход государственной компании, да? Вот я уже рассказал, как мы определили эти многофункциональные зоны. Мы создали правила размещения этих много... И кто имеет право этим делом заняться? При определенных гарантиях со стороны госкомпаний. Размещение, право, так сказать, заниматься бизнесом, размещение многофункциональной зоны проводят на аукционной основе. Вы говорите про многофункциональные зоны. Это понятно. То есть там тендер серьезной организации. Все ясно. Аукционный. Аукционное размещение. Все желающие, кто хочет. И так далее. Теперь вы говорите... То есть кто больше заплатит, аукцион, правильно? Да. И, во-первых, так сказать, лучше предложит проектные решения. Я хочу понять, это тендер или это аукцион? Аукцион. Вот это же, по сути, разные вещи. Да. Это аукцион. При этом, как бы, мы даем право, так сказать, воспользоваться полосой отвода и, так сказать, другими делами, принадлежащими дорожникам, для того, чтобы выезд, так сказать, с этих многофункциональных зон осуществлялся через там полосы ускорения, полосы торможения, так сказать, непосредственно на трассу. При этом мы говорим, так сказать, участнику аукциона, что если ты такую многофункциональную, так сказать, зону построишь, то в 25 километрах слева и в 25 километрах справа мы никому больше разрешения, так сказать, на размещение не дадим. Ага. Теперь, чтобы не обидеть, так сказать, малый бизнес и решить вопросы безопасности дорожного движения и сохранить, так сказать, скорость перемещения по нашим автомобильным дорогам. Мы говорим, есть желающий, который не хочет заниматься, то есть он специализируется на каком-то видеослоге. И он говорит, я этим хочу, пожалуйста, на дороге существует развязка, сервисом, да, ну кафе хочет, на дороге существует съезд, развязка и так далее и тому подобное, пожалуйста, размещайся, но без прямого выхода, так сказать, на магистраль, только через существующий съезд. Такие подходы, правда, там и по многофункциональным зонам такие же дела, так сказать, вы куда бы ни поехали, особенно в Америке, если бывали, замечаете, на трассе вообще ничего нет, нужно куда-то съехать, значит, какое-то там расстояние 500 километров. Ну, на скоростной трассе, да. Проехать, да. Я вот сейчас, да, как раз и говорю об этом. То есть мы и не отсекаем, так сказать, возможность размещаться, но без права выхода на основную дорогу, прямого выхода, я имею в виду. Ясно, с этим ясно. Потому что вопросы безопасности, вопросы того... Представьте, как самостоятельно, если каждый будет решать, где кому сделать выезд и как он будет там... Нет, зачем нет, решает, решает, решает только... Здесь нет, здесь все крайне обязательно, все ясно. И я хочу, опять же, к Автодору вернуться. Я считаю, что у Автодора, как у госкомпании, есть определенные функции. Я говорю, задали вопрос, как человек может там добустроить. Я не считаю, что здесь главный, допустим, это Автодор, потому что здесь очень много всяких, скажем, контролирующих органов, что подтвердили. В том числе и ГИБДД, который, в принципе, может дублировать, но при этом ссылаться на Автодор, да, что-то небезопасно. Не очень понятно, зачем здесь ГИБДД, если есть Адор, не за себе, соответственно, пусть отвечают. Но много у нас контролеров, которые, в принципе, дублируют друг друга. Вот с этим надо бороться, правильно? Надо убирать лишних людей. Ну, зачем эти нахлебники? Пусть они идут палками своими полосатыми маршрутами и регулируют движение. Пусть каждый занимается своим делом. У нас звонок. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, Александр, Москва. Да, слушаем вас. У меня вопрос к Гусью и Игорь Александрович, по-моему, если не ошибаюсь. Да, да, да. Вопрос такой, с ситуацией с трассой Москва-Петербург. Будет ли соблюдена ситуация экологическая вот этой безопасности в Химкинском лесе? Как говорил наш президент, что там будет совершенно сплошная, отгороженная по лесу полоса. Где не будет никаких, ни заправок, никакой инфраструктуры. И второй вопрос, ну, вот как получилось, почему вот старая Ленинградка не смогла стать вот истинной дорогой? Ну, это вопрос, наверное, несколько лет назад. Спасибо. Да, спасибо вам, Павел. Вернемся к частностям. Очень хороший вопрос, так сказать. Вот все, будем говорить, протокольные решения правительства и все обещания президента в части соблюдения экологических, так сказать, требований к участку, так сказать, 1558, который проходит через Химкинский лес, значит, обязательно будут выполнены. Ни одного, так сказать, там планировалось, да, там планировалось определенные, так сказать, сервисные дела, как раз вот в той зоне. Но решение принято, так сказать, и там никаких сервисных услуг в этой зоне осуществляться не будет. Более того, вот в вопросах, когда мы говорим, что, ну, нету хороших дорог, так сказать, в России, это происходит по многим причинам, но одна из них, что мы очень серьезно по плотности сети автомобильных дорог, так сказать, в России отстаем вообще, так сказать, от стран и не только развитых стран, да. Если, так сказать, что-то случилось на Дону, то мы, по сути дела, не можем водителю предложить какие-то альтернативные маршруты движения. И, соответственно, у нас все потоки сгружаются на одну автомобильную дорогу, если ту же Москва-Санкт-Петербург, которая когда-то была, кстати, в 1996 году, благодаря этой дороге дорожная отрасль отмечала свое 250-летие, опираясь на указ Петра I о мощении, так сказать, гужевой дороги, так сказать, Москва-Санкт-Петербург. Сейчас там проехать невозможно. Да. Ее как-то пытались, так сказать, улучшить и все прочее. Если вот сейчас ехать по ней, ну, помимо того, что там ругаться сильно будешь, так сказать, из-за того, что не едешь, а стоишь, можно обратить внимание, что ты едешь по сплошной улице. Заниматься, так сказать, улучшением уличной сети и называть, что это загородная, так сказать, дорога, да еще магистральная, как-то, наверное, неправильно. И, слава богу, так сказать, пошли немножко другим путем, увеличивая возможность, так сказать, уплотнять, так сказать, сеть автомобильных дорог, так сказать, и создавать новые. При этом никто не собирается бросать старые. Перебросив, так сказать, надеюсь, большую часть нагрузки на вновь строительство, потому что вот тот участок, о котором говорили, он не является концевым, так сказать, потому что дальше идет 58-97 до границы Московской области. Дальше идет, так сказать, и буквально на днях был объявлен тендер на производство работы, обход Вышнего Волочка, если кто ездил. Это просто нереально, то есть ты едешь через город, все фуры едут через город. Москва, Санкт-Петербург, то самое больное место, это Вышний Волочок, поэтому было сразу принято решение, что это будет первый же проект, который, так сказать, после 15-58 будет реализован. Контролировать тоже вы будете? Да. Понял. Еще звонок у нас с Таганрога. Добрый день. Добрый день. Слушаем вас. Александр Таганрог. Очень приятно, да. Я бы вот не с самого начала смотрю, справа от вас гость сидит и рассказывает, как у нас все красиво и хорошо. Игорь Александрович, да. Идите, берите и строите и так далее. Я вот конкретно просто хочу возразить и сказать, как это на самом деле происходит. Я сам предприниматель и уже 15 лет предприниматель, слава богу. А в какой сфере? Ну, мелкая торговля, скажем так, продуктами питания, ну и чуть-чуть попутно там еще. То есть вы... Была мысль точно такая же. Что-то придорожное. Может быть даже совместно с какой-нибудь, не знаю, гостиницей. Ну, что-то такое. И вот у нас несколько человек, мы попробовали это все сделать в свое время. Я вам скажу, что это практически, если вы говорите законно, невозможно. Ну, теоретически, да, практически нет. Стоит это, мягко говоря, очень больших денег. Все поделено между определенными людьми, которые владеют определенными участками дороги. И без их невосогласия туда, ну, просто невозможно попасть. Это реальность, которая на сегодняшний момент существует. А как давно был у вас этот печальный опыт? Ну, если скажу, может быть ошибусь, ну, приблизительно года три назад. Ну, а вам не кажется, что, может быть, за три года что-то изменилось? Я вам скажу, по дороге не буду врать, просто не скажу, потому что больше возобновлений попыток никаких не делалось. А я вам скажу, потому как у меня развивается бизнес. А он же идет, но туда не попали. Ну, ничего страшного, переживем. Я вам скажу, что улучшений, кардинальных улучшений, которые с экрана телевизоров звучит, что вот мы идем навстречу, мы там что-то. Кардинальных нет. То есть, правильно ли я понял, что вас не пускают в этот бизнес, потому что там уже сидят люди, или вас не пускают, ждут, когда вы занесете денег, чтобы вас пустили за взятку? Это два в одном получается, понимаете. Допустим, ну, не будем называть, какая-то известная компания владеет сетевыми заправками. И если вы хотите поставить заправку, вам просто любыми способами не дадут, потому что... Ну, правильная конкуренция, конечно. Да, территория от Ростова, предположим, до Воронежа, уже где-то договорено, что она принадлежит вот тому. Ну, либо это будет просто, ну, сумасшедшие деньги, тягаться с сильными компаниями, ну, это несерьезно, вот, либо, ну, вот. Нет, Игорь Александрович сказал нам, что компания, которая выигрывает тендеры, абсолютно официально получает какую-то, не тендер, а аукцион, она получает возможность, там, слева и справа на какую-то территорию, на которую больше никого пускать не будут. Это, да, это, в общем, достаточно официально. Наверное, да, на первое число какого-то месяца это действительно, может быть, стало так, вполне возможно. Ну, может быть, я попытаюсь еще раз возобновить такую попытку. Я вам обязательно отзвоню и скажу результат. Хорошо, спасибо, спасибо за звонок. Я могу вот, как бы, подтвердить, что, или наоборот, не подтвердить ваши слова таким фактом, да, вот территория Московской области по дороге Дон, это территория МКАД Кашира. Здесь буквально недавно, месяц тому назад, закончился аукцион и победителям, так сказать, на размещение многофункциональной зоны, так сказать, в том числе и там, конечно, во главе угла все равно будут стоять, так сказать, услуги, так сказать, заправки, услуги станции СТО, так сказать, и так далее. Но в то же время, так сказать, я уже не буду повторяться, выиграла совершенно, так сказать, компания никакого отношения к нефтяному, крупному бизнесу, сетевому, не имеющая, так сказать. Александр, может быть, это пока, может быть, пока об этом никто не знает, кто владелец, поэтому у нее нет крупного бизнеса, поэтому можно сказать, подождать. Эта компания известна, она больше известна тем, что, так сказать, занималась рядом с проектом от проектирования до строительства небольших участков дорог, так сказать, в Московской области. И зная, так сказать, вот придорожную структуру, изучая, на чем можно заработать деньги, приняли решение участвовать, выиграли, так сказать, и хотят развивать это направление бизнеса. А что касается лечебных учреждений? Значит, мы, вот буквально, мы создали, так сказать, при компании общественный совет, специализирующийся только на придорожном сервисе. Туда вошли очень много людей, так сказать, в том числе и от малого бизнеса, и от среднего бизнеса, и автомобилисты, так сказать, то есть широко. Мы буквально две недели тому назад очередное проводили заседание, и первые проекты, так сказать, те, кто выиграл аукционы, на этом совете защищали. И тоже всплыл вопрос. При этом были приглашены представители Минздрав, так сказать, развития или Министерство здравоохранения. Значит, и вопрос такой встал, так сказать, а как бы посмотреть и нагрузить бизнес, так сказать, вопросами медицинской помощи. Есть определенные правила, так сказать, которые действуют в стране. Медицинскую помощь, так сказать, скорую медицинскую помощь в случае ДТП оказывает, так сказать, те медицинские учреждения на территории, в районе которого проходит автомобильная дорога. В том году Минздрав, так сказать, соцразвитие сделал, как бы своим приказом закрепил конкретные, так сказать, там, здравоохранения вдоль федеральных автомобильных дорог. Это, как правило, городские больницы, все-таки. Ну, и районные, в том числе, туда, так сказать, пошли определенные вложения в виде, так сказать, там, скорых помощь, аппаратов первой, там, для не специалистов. День уже пошло. Мы в этом деле сделали, что, так сказать, мы по дорогам установили дополнительные знаки, так сказать, вот с этими вопросами. Вот когда мы завели разговор, как бы это сделать на многофункциональных, то получили ответ, что аптечные киоски, так сказать, мы предусмотрели в обязательном порядке будут. Значит, этот вопрос надо изучать, но по требованию обратно существующим, я не большой специалист, но там были бы специалисты, которые говорили, а другие подтверждали правильность их слов, что все сотрудники, так сказать, автозаправочных станций должны иметь сертификат, пройти, так сказать, повышение на оказание первой медицинской помощи. Понятно. И, соответственно, оборудование для оказания первой медицинской помощи, так сказать, на каждой заправке, это... Да, но это правильно, да, это логично. Пока вот... У нас, согласитесь, это все равно работать не будет. У нас, я говорю, предложение было еще пять лет назад, мы предлагали, зачем нам пункты ДПС? Сделайте лучше пункты МЧС. Сделайте там специалистов, которые будут медик, которые будут действительно пожарные, которые будут механик. Да, отличная идея, сводная, сводная бригада, да. Вы сделайте, смените. Причем эти ДПС-пункты закрывают, они теперь не работают. Я говорю, у нас все время из крайности в крайность. Хотя пункты МЧС, вот медицинская помощь, она действительно может оказывать только специалисты. А можно прокомментировать еще, вот Стаганрога нам звонил человек. Только коротко, да. Коротко. Во-первых, бизнес нужно начинать с теми структурами, которые вас будут контролировать, тогда у вас будет все лучше получаться. И не надо пробовать идти официальным путем. Потому что это, на самом деле, то, что говорит Александр Ильич Александрович, это может быть либо начало, либо исключение. Знаете, как раньше, герой Советского Союза, герой социалистического труда. Вы можете, конечно, ее получить, но не стоит этого пробовать. Лучше жить посмертно. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Вопрос к Санкт-Петербургам. Представитель автодора. Можно ли ничего не из строя, вот на трассе конкретно Москва-Воронеж, привести в порядок и отхожие места, которые там уже соучаствуют, которые построены еще в советское время. И как бы вот это же там просто ужас, что творится. И там кто-то ездил и это все наблюдал. Это же просто какой-то кошмар. Они существуют? Они существуют, да. Они построены из красного кипяча. И все это в таком ужасном состоянии. Туалет, система, туалет, система, сортир, как в фильме, да? Я постараюсь, так сказать, вам не ответить, что там предпринимается словами. Я постараюсь, так сказать, на следующий год попасть на эту же передачу и буду ждать от вас звонка, так сказать, если мы, ну, надеюсь, что вы там увидите, так сказать, уже не кирпичные, так сказать, туалеты, которые трудно туалетами назвать. Значит, не будем говорить, кто там, так сказать, участник всех этих событий, почему там нельзя их и содержать нормально. А почему не будем говорить? Потому что тут многосторонний этот вопрос, да? Очистить этот туалет практически невозможно, потому что он забит, так сказать, пустые бутылки. Правильно, нужно разрушить и построить много. Нет, я имею в виду, так сказать, выгребную яму вычистить невозможно, потому что ас-машина, так сказать, не может качать, туда закидали, так сказать, пластиковые бутылки. Так. А она их не выкачивает. И вот сегодня... Закопать и разрушить его можно и поставить нормальный цивилизованный, как и все Европы. А я поэтому и говорю, что я не буду говорить, что сейчас делает госкомпания, а хочу, чтобы на следующий год раздался звонок и сказал, что, так сказать, в этом направлении я был услышан и что-то сделано. Мы планируем поставить биотуалеты. И когда я говорил, что мы не можем сегодня даже назвать хоть одну соответствующую всем нормам требования, я как раз имел в первую очередь туалеты. Потому что в соответствии с постановлением правительства площадкой отдыха, так сказать, на автомобильной дороге или площадкой отдыха на автомобильной дороге, там, пунктом сервиса может называться только то, если он оборудован, так сказать, туалетом для инвалидов. С этой проблемой, так сказать, и в городе трудно, так сказать, так, по пальцам перещать место. Так у вас карднал с чертем с городом, у вас руки открыты, развязаны. На дорогах на сегодняшний день ни одного туалета, так сказать, для инвалидов нету, так сказать. Поэтому, первое, на многофункциональных зонах они появятся сразу с момента ввода. Значит, мы сейчас прорабатываем вопрос, как, вот, чтобы вместо звонков ни одного туалета нет, так сказать, раздали, что я был услышан, так сказать, и в этом направлении движение началось. Хорошо, мы вас услышали, а сейчас еще один звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире рассказываете. Меня зовут Виктор, я из Москвы. Очень приятно. У меня вопрос к вашему гостю из Автодора. Так. По поводу дороги Москва-Ногинск. Вот там начали строить через Кольцевую, и вообще, как это будет дальше продолжаться, и когда, и что можно ожидать? Спасибо. Понял. Строительство ведет, так сказать, город Москва, но это не дорога, так сказать, Москва-Ногинск. Это решение проблем, так сказать, города Москвы, но в перспективе эта развязка, которая сейчас станет, она станет отправной точкой, так сказать, дороги обхода Балашихи и обхода города Ногинска. В планах компании стоит сейчас, начинается проработка. Правительство Московской области уже несколько лет тому назад, так сказать, своим постановлением определило коридор и ограничив право землепользования и распоряжение имуществом, расположенных в этом коридоре. Я думаю, что до конца этого года предпроектные проработки по созданию проекта, так сказать, уже начнутся. Спасибо. В планах госкомпании, так сказать, до 2015 года этот объект числится, и мы будем его реализовывать. Сергей, у меня вопрос к вам. Ваша общественная организация что делала для того, чтобы нам всем было хорошо, и чтобы были нормальные туалеты, и чтобы... То есть вы проводите какие-то рейды, освещаете в средствах массовой информации? Я хотел сначала, Игорь Александрович, спросить, вот он сказал, у них есть общественный совет, и поинтересоваться, кто туда входит от автомобилистов. Мы, по крайней мере, туда точно не входим. Могу сказать, были бы очень рады действительно увидеть все материалы, чтобы они были в открытом доступе, чтобы подтвердить все эти заверения, Игорь Александрович, о том, что все открыто, аукционно, официально, пожалуйста. Вот хотелось бы это все действительно продемонстрировать для автомобилистов. Ну а то, что мы сами сделали, по крайней мере, мы сделали некий телефон доверия, поделили в российские регионы, там, где у нас есть представительство, мы, по крайней мере, стараемся оказывать помощь. То есть те, кто на наши там члены, сторонники там и так далее. А все остальное, ну вы поймите, что общественная организация, она не финансируется государством. Это рейды, это акции протеста, да, это какие-то обращения к власти и так далее. Где-то в каких-то регионах очень удачно, допустим, проходят такие кампании. В некоторых, допустим, наоборот, там власть не слышит. Все зависит от тех людей, у которых все в руках, в том числе финансы. По поводу общественного совета, расскажите, кто входит в состав? Я уже называл, так сказать, там есть и представители АСМАПа, и ассоциации, так сказать, автомобилистов России, так сказать, довольно-таки широкие представители субъектов Российской Федерации. Вот у нас есть Пахмелкин движение автомобилистов России, ДАР, там есть ФАР, вот Федерация автомобилистов России, есть Свобода выборов господина Лысаков, есть КЗПА, Комитет защиты прав. Ну, кто вообще входит туда, автомобилистов? Вообще, в принципе, там, это неприказной порядок кого-то туда ввести. Давайте так, так сказать, контактами обменяемся. Ну, после передачи тогда уже поговорим, да. Да, встретимся отдельно, поговорим, так сказать, и при желании мы вас введем в этот общественный совет, так сказать. Нет, Игорь Александрович, нас не понимает, если вы желаете, мы готовы вас пригласить. Мы всегда задумываем, а вы не желаете? Если вы не желаете, зачем нам туда входить? Мы хотим, чтобы работать совместно, мы хотим, чтобы все, что мы говорим, да, если вы хотите услышать, там, какие-то пожелания, вот есть АСМА, да, они собирают, а у нас есть путешественники, туристы, которым мы не рекомендуем кататься. Да, мы придем, вы придем, скажем, возьмите вас в общественный совет, возьмите? Отлично. Поэтому он и называется общественный, он открытый, не закрытый. Я о чем говорю, Игорь Александрович, самое главное, чтобы в общественном кто-то слушал это и воплощал. И вопрос как раз, если вы хотите работы, то мы с удовольствием вас увидим в общественном совете. У вас есть человек, который отвечает за связи с общественностью? Вот конкретный человек? Да, есть. И как раз ваша передача с ним контактировала, чтобы я появился здесь. Замечательно, я понял. Вот, хорошо, супер. Тема, которая волнует меня, как человека, который очень увлекается караванингом, и вообще, я считаю, что это самое лучшее, что может быть, это путешествие в комфортных условиях. Существует ли... Нет, понятно, что нет кемпингов. По дороге на юг, до Краснодара, планируются ли кемпинги для людей, которые путешествуют на домах, на колесах? В многофункциональных зонах, да. То есть там конкретно уже есть специальные зоны, куда можно подъехать, подключиться электричеством, запитаться водой. Подключиться к канализации. Отлично. Да, многофункциональных зон. Вы можете сказать, сколько их примерно планируется? Когда сдаете дорогу окончательно и сколько планируется? Понятно. Здесь обратно же два вопроса. Один со стороны посыла и, будем говорить, нагнетания, так сказать, да, обстановки, давления на бизнесы, чтобы это появилось. А другой, это когда, так сказать, сам бизнес... Ну, то есть востребованность. Конечно, востребованность есть или нету, да. И вот те, кто участвовал в аукционах на многофункциональных, они приходили не просто так, так сказать, чтобы увидели объявление, так сказать, мы пойдем, мы там, так сказать, что-то будем делать. Вот, видят те требования, которые выдвигаются, ведь они привлекали, так сказать, почему они не специализируются там в мотельном бизнесе, в гостиничном, в пищевом бизнесе, так сказать, в общественном питании, так сказать, и в ряде других. В основном это, конечно, люди, которые или занимались, так сказать, обслугой автомобилей, или, так сказать, заправкой автомобилей. И это понятно. Поэтому просто так рисковать бизнес тоже не стал, так сказать, если вот обратно мы можем познакомить. То есть это можно и увидеть на сайте, да, но можем, так сказать, и познакомить более детально через обратно заслушивание проектов, которые защищаются на нашем общественном совете. Какие эксперты были привлечены для того, чтобы просчитать, а вот в этом месте сколько, так сказать, на сколько мест гостиница нужна? Потому что мы говорим не менее десяти. Я понял. Где нужен мотель? Да, у нас просто осталась одна минута, мы должны закругляться. Речь идет данный, вот сейчас в данный момент речь идет о кемпингах. То есть это не гостиница. Это просто территория, в которой есть сторожка, огороженная территория, где построена инфраструктура, чтобы человек мог приехать на своем доме. Ему ничего не надо, ему не нужна гостиница. Он там просто моется, подключается к электричеству и так далее. Затраты минимальные. Трасса Москва-Минск. Это вся Европа едет. Совсем недавно проехало 26 машин из Германии, путешествует дальше по России. Так что я думаю, что это будет востребовано. В общем, в любом случае, я очень много полезного услышал. Спасибо большое за то, что пришли к нам в гости. Ждем вас обязательно через год, а может быть даже и раньше. Я думаю, что мы можем втроем организовать небольшой тур по дороге на юг, чтобы поехать и посмотреть, что делается, что сделано. Так что раз пригласили, уже деваться некуда. Всего доброго, спасибо большое. Это была программа «Попутчик. Гость студии». Меня зовут Владимир Гаврилов. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин